Главным событием этой недели стал масштабный Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие и тверская делегация. Ее возглавляет губернатор Игорь Руденя. Четверг, 16 июня, выдался весьма продуктивным. Есть уже первые результаты переговоров. В частности, губернатор Игорь Руденя обсудил перспективы сотрудничества с руководством компании «Милфудс», которая представила новый бренд кофе. Подробнее смотрите в первом материале выпуска. На встрече губернатор Игорь Руденя, генеральный директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью «Милфудс» Вика Сой обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития предприятия. Компания «Милфудс» сменила ушедшую с российского рынка «Паулик». В настоящее время продолжает развитие кофе-обжарочного завода на территории промышленного парка «Боровлёва-2» по Тверью. На заводе имеется необходимое оборудование и технологии, чтобы обеспечивать выпуск продукции высокого качества. Мощности рассчитаны на производство свыше 25 миллионов килограммов кофе в год. Мы видим, что не просто достойная замена, а это уже новый вклад в развитие технологий обжарки, приготовления кофе, фасовки кофе. Достаточно серьезная амбиция, достаточно серьезные претенденты на топовый сегмент рынка кофе. Компания «Милфудс» планирует наращивать выпуск продукции, производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию растворимого кофе. Планируются объемы инвестиций не менее 135 миллионов рублей. Важно, что в непростых экономических условиях сохранен коллектив. А это порядка 200 человек, которые трудились на финском заводе «Паулик». С 1 июня началось производство. И, конечно, были какие-то функции, которые сначала предыдущие владельцы решали через своего главного офиса. Но эти функции переходят к нам и должны сами заниматься поставками. В завершении Игорь Рудене отметил, что для отвергского предприятия открываются хорошие перспективы в этой сфере в связи с уходом с российского рынка одной из компаний, которая занималась этим направлением. Область готова оказать поддержку в открытии такой линии. Продолжение следует...